Привет, мои хорошие! Вы на канале Poland. Давно я опять не выходила на связь. Какая-то сложная была, конечно, у нас осень, начало зимы, в плане каких-то болезней, то еще что-то. Я до сих пор сейчас нахожусь на больничном и, честно, извиняюсь перед всеми своими подписчиками, которые мне пишут в инстаграм, которые ждут от меня каких-то полезных новостей. И я обещаю, что в следующем году буду выходить к вам регулярно, быть такой же полезной для вас и давать много лайфхаков и каких-то советов по жизни и переезду в Польшу. На самом деле у нас много что происходит и обязательно с вами поделюсь. Не стоим на месте хоть маленькими шагами, но идем дальше. Но сегодня не об этом. Сегодня в канун окончания 21 года я хочу поделиться с вами своими итогами. Это не в коем случае не какое-то там хвастовство или еще что-то. Это обычная история человека, который просто взял с нуля и переехал в другую страну. Возможно эти итоги будут для кого-то мотивация о том, что все возможно, что мы не платим никому денег, мы мелкими-мелкими шагами, но сами идем вперед, читаем, вычитываем, развиваемся. И на самом деле я считаю, с одной стороны вроде бы мало всего сделали, но когда оглядываешься на весь год, то стоит все-таки сфокусироваться на хороших моментах и было много. И я считаю, они были достаточно значительные, потому что в начале в январе прошлого года мы вплотную задумались о кредите, мы ходили к финансовому дарации, нам четко объяснили план действий, что Сереже нужно закрыть год финансовый по частному предпринимательству, мне получить карту побыту, устроиться на работу о умове операции, проработать четыре месяца, найти жилье и начать кредитные подготовления. И собственно говоря, у нас все так же и пошло, потому что в феврале я получила карту побыту, которая ждала почти два года. Дальше с 1 марта я устроилась на работу по умове операции, это была полициальная, и есть полициальная школа. И вот с того момента у нас пошел прогресс, продажа квартиры в Запорожье, и поиски дома, потом это был детдом. Ну кому интересно вообще наши перипетии в поводу квартиры, посмотрите предыдущее видео о ипотеке, там я более подробно рассказываю. В общем, мы купили квартиру, да, мы купили ее в кредит на 25 лет, и с одной стороны она вроде бы не наша, но с другой стороны, оглядываясь на то, что многим сейчас просто не выдают кредиты, то нам крупно повезло, и слава богу, мы уже в своем, мы платим, и теперь, конечно, мозг должен у нас работать на том, как же зарабатывать все больше и больше, чтобы выплатить этот кредит как можно быстрее и без каких-либо проблем. Поэтому одним из большим нашим приобретением, конечно же, это является квартира, как я уже говорила, карта по быту, это квартира, карта по быту, окончание полициальной школы, работа. А дальше параллельно Сережа готовится к сдаче языкового экзамена на гражданство, и он его успешно сдает и получает долгожданный сертификат по знанию языка польского на уровне Б1. Об этом он тоже рассказывал, как он готовился к экзамену, как сдавал, как записаться. Делимся с вами сразу как бы на бежонца. Дальше об этом мы еще вам не рассказывали, но мы, ну, вернее говоря, Сережа подготовил пакет документов на гражданство и отправил уже его в ужин. Тоже для нас это большой плюс. Плюс мы получили, наконец-то, долгожданные выплаты по карте поляка, которое как раз подошло в то время, когда мы занимались покупкой жилья. Все было в тему, так сказать. Что еще у нас произошло такого значимого? Я еще один провела марафон, участвовала спикером марафона о легализации в Польше. Это был очень крупный марафон. Много было знакомств, много встреч во Вроцове, которые мы проводили с подписчиками. И действительно эти люди становятся моей опорой, моей поддержкой. И я благодарна каждому из вас за то, что вы смотрите, пишете. Действительно это очень сильно нас мотивирует. А в свою очередь мы хотим мотивировать вас. И также параллельно со всеми вот этими подготовками, изменениями, покупками я продолжала искать по людям квартиры и, честно, сбилась со счета. Но, скорее всего, уже это около ста человек, которому мы помогли в переезде. В этом году, вчера я заселила в этом, как бы на этот год последнюю семью из Минска. В прошлом году я заселяла 31 декабря в шесть вечера. Так что стараюсь быть также вам полезной, эффективной. И искренне желаю, чтобы все ваши мечты сбывались. Если вы планируете переезжать, то консультируйтесь со мной, с другими блогерами, с кем вам комфортно общаться, чтобы понимать, стоит ли переезжать именно в этот момент или лучше стоит подождать. Я просто хочу, чтобы для каждого из вас это было максимально взвешенное решение, максимально комфортное. И хочется, чтобы и у нас, и у вас следующий год шел вот так вот. Вверх, 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 вверх. Много я сейчас пока вам рассказать не могу, но меня ждут изменения. И я осознанно сама хочу изменить часть своей жизни, потому что что-то не устраивает, и нужно идти дальше. Но об этом пока говорить не буду. Провожаем достойно 2021 год. Он был сложный, он был интересный. Он заклил нас еще больше. Он еще больше поставил нас на ноги. И своим опытом я готова делиться и делюсь с вами. Я, кстати, кто забыл, в этом году я также издала справочник о переезде вопросов. И в следующем году я буду делать апгрейд, потому что он сегодня стоит на месте. Но это мое детище. И я считаю, что мое призвание – это нести миссию для вас, для комфортного переезда. Еще раз с наступающим Новым годом. Любви, здоровья и благополучия вашим семьям. Пока!